Севастополя и Юго-Западного Крыма 18 марта 2014 года по итогам всенародного референдума произошло долгожданное высоединение Крыма и Севастополя с Россией. История всегда всё расставляет на свои места. К сегодняшней годовщине приурочен выход новой трёхтомной истории Севастополя, изданной под эгидой Российского исторического общества и при поддержке Фонда истории Отечества. Эта книга проникнута особым духом патриотизма, искренней гордостью за свой город. Выход трёхтомника – это без преувеличения событие государственного масштаба. Достаточно сказать, что вступительное слово к сборнику написал президент Владимир Путин. Он поблагодарил учёных, принимавших участие в этой работе, и выразил надежду, что таких проектов будет как можно больше не только в Крыму, но и в других регионах. Это фундаментальная научная работа. Мы должны опираться в своей работе не просто на лозунги, а на серьёзные научные исследования. В X веке, насколько я помню, часть этой территории напрямую входила в состав древнерусского государства. Всё, чем мы гордимся сегодня, от чего мы отталкиваемся сегодня, должно иметь и серьёзную научную исследовательскую базу. Над изданием работало почти полсотни авторов. В первую очередь историки из Севастополя, а также лучшие специалисты из Москвы и Петербурга, представители академических институтов и ведущих вузов. Многие музеи и архивы, включая Государственный Эрмитаж и Севастопольский военно-исторический музей-заповедник, предоставили для монографии материалы, фотографии, иллюстрации, документы по истории Севастополя, которые публикуются впервые. Имя нашего города стало синонимом мужества, стойкости, беззаветного служения Отечеству. Город-герой Севастополь всегда был и будет дурак каждому, кто хочет знать и понимать историю России. Ещё раз всех от души благодарю. Мы, конечно же, сделаем всё, чтобы монография была в каждой библиотеке не только Севастополя, но и нашей страны. Тем более, что рассчитан трёхтомник на самый, что ни на есть, широкий круг читателей. При всей основательности подхода и академичности книга написана простым и понятным языком. Ну а оформление вообще заслуживает отдельного внимания. Мы очень долго работали действительно над дизайном. Задача наша стояла совместить в дизайне и колористику города, и настроение города, и образ города, который в истории оставил свой след. Мы шли от образов, которые продиктованы городом, и потом уже только поняли, что мы приходим к российскому флагу. На протяжении трёх лет активно участвовал в проекте, а также оказывал финансовую поддержку изданию книги «Фонд истории Отечества». Работа над этим без преувеличения фундаментальным научным трудом началась ещё в 2018-м. Издание охватывает обширный временной период от раннего палеолита, то есть первого заселения человеком юго-западных территорий полуострова, до воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в марте 2014 года. Координатором этого масштабного научного проекта стал Институт российской истории РАН. Мы хотели бы, чтобы из отдельных очерков, написанных разными авторами, а авторский коллектив действительно был очень обширный, там несколько десятков человек, мы хотели, чтобы появилось единое историческое полотно, потому что Севастополь, его героическая история, история его обороны, первые в годы Крымской войны и вторые в годы Великой Отечественной, это те страницы нашей общероссийской истории, которые должен знать каждый гражданин нашей страны. Севастопольские исследователи ожидали своего часа. Этот час наступил, и они с таким энтузиазмом взялись за подготовку, подготовку фундаментальных монографий. И первая монография, которую мы здесь три года назад презентовали, «История Крыма» и как естественное продолжение этой истории Севастополя, это серьезнейший такой вклад в историческую науку. Разумеется, презентацию трехтомника провели и в Севастополе. Здесь выхода монографии ждали особо. Она оказалась в фокусе внимания политиков, журналистов, общественников, но главное – самих севастопольцев, которые по праву гордятся историей родного города. Это именно такая очень скрупулезная научная работа по отбору того материала, который является необходимым в данной фундаментальной монографии. У нас серьезные планы для продолжения работы. И я полагаю, что если они и будут осуществляться, то только под эгидой Российского исторического общества и при непосредственном кураторстве фунта истории отечества. Сотни страниц, за которыми несколько лет неустанной работы ведущих ученых. Впервые в научном издании представлена хронология событий 2014 года, в ходе которых Крым и Севастополь вернулись в состав России. На вопрос о принадлежности полуострова отвечает сама история. Это универсальный справочник, если угодно. Его не обязательно читать целиком. Если нужно что-то узнать, уточнить по любому из периодов в истории Севастополя или Юго-Западного Крыма до основания Севастополя. Это книга к вашим услугам. Севастополь всегда оставался русским городом. И курс Севастополя ведения, который преподавался в школах на протяжении украинского периода, не просто было этого добиться, но он наверняка внес свой вклад в формирование такого самосознания современного севастопольца. Выход трехтомника – это, безусловно, крайне важное событие. Но этим работа российского исторического общества в Севастополе и в Крыму не ограничивается. Один из ключевых – федеральный проект «Бессрока давности». В рамках него устанавливаются новые факты преступлений нацистов на оккупированных территориях нашей страны в годы Великой Отечественной. В ходе своего рабочего визита делегация российского исторического общества посетила мемориальный комплекс на территории бывшего концлагеря «Красный». Он был открыт сравнительно недавно, в 2015 году. Хотя закладной камень с надписью, что здесь будет сооружен мемориал жертвам нацизма, был установлен еще в начале 70-х. Первоначально в лагере содержались военнопленные, в том числе и защитники Севастополя. Однако затем сюда стали свозить всех подозреваемых или замеченных в связях с партизанами и подпольным движением, в том числе стариков, женщин и детей. В знак памяти и скорби члены делегации возложили цветы к вечному огню. В ходе встречи с активом отделения РИО в Крыму обсудили также ключевые проекты, дальнейшие направления работы и новые инициативы. В частности, о присвоении имени разведчика-нелегала Дмитрия Быстролетова одной из улиц в Симферополе. С таким предложением ранее выступил Сергей Нарышкин. Уже принято решение не ограничиться присвоением имени Быстролетова улицы. Будет установлен бюст героя в Симферополе в этом году. Я думаю, что это будет очень позитивно встречена общественность. Бюст будет создан совместными усилиями российского исторического и российского военно-исторического общества. Его планируют установить в центре города, в сквере неподалеку от памятника партизанам и подпольщикам Крыма. Служба информации Фонда Истории Отечества.